Всем здравствуйте! Вы на канале Наша жизнь в Каролинах. Мы вернулись. Эта неделя была немножко сумбурной. Мы пытались войти в ритм после отпуска, но все-таки что-то нашлось. Сколько вы пороговали? Тринадцать. Тринадцать порогов. Но кое-что еще. Да. Ну вот. Вещей мало. В основном обувь. Но интересная. Пиджачок. Армани. Да. Женский. А это настоящая Армани? Я сделала в Италии. Это, конечно, да. Качество вообще чувствуется на ощупь. Конечно, это не самый дорогой, наверное, вариант. Более повседневный. Но, тем не менее, хорошая вещь. Долларов пятьдесят. Я буду спрашивать. В магазине пиджаки там по 7, но это что они мне за 5 продали. Шарфик. Шелковый. С этикеткой. Зелененький. Да. Энн Клейн. Энн Клейн. Энн Клейн. Клейн. Да. Оригинальная цена была 36 долларов. Значит, я посмотрела. Вот такие шарфики. 24 стоят. Новые. Ну, красивый зеленый цвет такой, изумрудный. Ну, что, вставляй себе, что-то тебе хорошо. Такой симпатичный наборчик я нашла в барахолке. Ты пока показывай. Вот такой симпатичный наборчик. Корзиночки. Вот такие. Мама, слониха и слоненок. Что-то мы будем, как есть. Не вытаскивайте. Ну, в общем, вот такой слоненок там. Вот. Тоже с этикеткой. Значит, я взяла просто, мне понравилось, честно скажу. 94-й год, правда. То есть, винтажный. Винтажная корзиночка. Но слоны и слонятки всякие разные и пользуются спросом. Я надеюсь, долларов за 30 это дело продать. Вот. Вот такие симпатичные слонята. Сделаны в Китае. Вот с этикеточкой все. Красивые. Легкие. Очень легкие. Так, а это что? Ну, раз про слонов пошла речь, не мог устоять. Это непонятно, что. То ли простынка, то ли еще что-то. Это хлопок из Индии. Смотри, как увидел слоники. Не могу, слоники. Питаю к ним слабость. Пока не решил, что делать. Спать на ней жалко. На стенку вешать. Ну, как-то она не совсем такая настенная. Классная. Классная. Продавать? Ну, если продаться. Так, ну ладно. Что дальше? Олега, здесь применение на килограмм. Да, два паунда. Я бы ввесилась с капиталей. Это значит, два паунда где-то... Еще, наверное, с лодочкой. Это продает ее в сумму. Где-то 39. Значит, два паунда мы заплатили 3 доллара. Да. Да, найдется. Да, ну и сама, кстати, корзиночка. Мы ее продавать не будем, мы себе оставим. Это еще минимум долларов 6-7. Да, эти вот такие, кстати, которые так хорошо закрываются. Стерлайт. Они не дешевые, прямо скажем. Вот так, поэтому мы корзиночку компакт сразу привели. Скажите, фоники. Скажут, скажут. Так, из верхней одежды что-нибудь показываешь? Да, из одежды вот на сегодня все. Давай обувь, переходим в обувь. Ну, тогда обувь и потом еще такой, что из вещей. А, ты давай тогда показывай рюкзачок, а я пока вещи поставлю. Вот такой винтажный рюкзак найковский я сегодня нашла. Я позарилась, конечно, из-за вот этого дна. Обычно такие кожаные с дном, такие рюкзачки. Они как бы стоят что-то. Казалось, что это не очень дорого стоит, но он очень легкий. Вот везде вот найковский символ. Долларов 20, но мы, наверное, оставим себе. Такой винтажный найковский рюкзак. Очень легкий. Иногда для прогулок мы любим гулять. Очень удобно водичку положить. Ну, и шузы. Как всегда, традиционная рубрика. Рубрика «Привет». Но в конце будет интересная вещь. Да? Да. Сегодня что мы нашли на гаражной с продажи? А, то, что она с продажей. Ну да, как бы улог, в принципе. Традиционная рубрика «Привет от старых штиблет». Показывает то, что она рыла на межне. Очень красивые берки, между прочим. Я первый раз такие вот увидела у нас в бинах. Обычно они все одного тона. Это, правда, не кожа. Но в случае с берками это значение не имеет. А изнутри там такой вот, как бы, приятная, как войлочная такая подкладочка. Ну и для разнообразия, что разноцветные. Состояние подошвы, близкое к новому, кстати. Да. Это тридцатник. Точнее, в таком состоянии можно сорока начинать. Сассовские кроссовки. Кто наши обзоры смотрел. Ньюбаланс 990. Кто у кого стырил, это остается загадкой. Это, по-моему, я в магазине покупал. Значит, это тридцатник. Тридцать пять начну. Сасс. Сан-Антонио Шумейкерса. Все делается в Америке. Очень хорошая обувь. Хотя выглядит так кургузо. Ну, в принципе, издалека действительно очень похоже на 990-е Ньюбалансы. Вот. Ну, так нормально. Так, размер? Размер тут плохо. Здесь с калорийной, это где-то 44-й. Да, такая основательная обувь вообще. Да, ну, так, не идеальная. Поэтому я рассчитываю тридцатник. Давай дальше что тут у тебя? Клоксы. Да, это клоксы. В отличном состоянии. А ты где их покупал? В магазине? Да. То есть это сколько? Да. Это 6 долларов. Но состояние близко к идеальному. Это где-то размер 47-й, 46-й с половиной. 46, наверное. И мужские всегда пользуются спросом. Состояние отличное. И, по-моему, это... Нет, это, конечно, не кожа. Нет, нет. Но все равно они нормально уходят. Тут еще специализированные, видите, стелька такая. Нет, я думал, он медицинский работник. Это медиум. То есть размер средний, ширина средняя. И это, конечно, тридцатник. Прямо они уйдут быстро. Правда, начальники клоксов, видимо. Видимо. Насколько мы можем судить. Вот интересные ботиночки. Было аж две пары. Одни размеры 5-го, другие 6-го. Это что-то очень маленькие. Где-то 36-й, что ли, 37-й. То есть это, я так понимаю, какие-нибудь девчонки себе купят, которые любят такую стильную доктор Мартин. Что-нибудь в этом роде такое прикольное. Это не кто-что. Вообще написано на них Билл Трайт. И больше я ничего никаких не нашел, познавательный знак. Но Билл Трайт вообще-то это подошва. То есть у многих военных ботинок винтажных. Билл Трайтовская подошва. Вот, смотрите. Кстати, напоминает доктор Мартин. Так вот, по виду и на ощупь. Но у них ценность в том, что, по-моему, и у тех, и других стальной носок. И одни даже написано, там какой-то стандарт электрический. Других ничего не написано. И это, по сути, как джамп мутс. Такой традиционный военный фасон, когда очень твердый носок. Интересно, для чего девушки использовать обувь с стальным носком? Ну, это, конечно, это... Остается только догадываться. Да, это может по стальным яйцам, если, значит, у кого есть, например. Дышь. И будет звон такой стоять. Размер, конечно, маленький, поэтому это снижает цену. Но минимум я рассчитываю 30 за них получить. Начнем с 50. Нордфейс. Нордфейс. Ну, в принципе, Нордфейс, кстати, в обуви. Это вообще одеждая фирма. В обуви котируются не очень сильно. Грипп нормальный. Вот как ты думаешь, дорогая, что в этих полусапожках особенного? Вот как ты думаешь? А, вылезает пух. Пуховые. Пуховые. Не хухры-мухры. Легкие, вот прям вот закрытыми глазами, как тапочки. А из этого самого утеплитель пух. Вот. И поэтому, соответственно, сороковник. Я сам первый раз видел. Пуховые. Сапоги? Да. Поэтому нормуль. С пухом. Ну. Николяк и зря. Они что такие маленькие? Да, они что такие маленькие? Да, мне одну пару-то. Вот тебе вот, да. Это New Balance. Детские. Размер 33 или 20 сантиметров. Американские 2. Но, смотри, вот как ты думаешь, сколько в них расходили? Нисколько. Нисколько. Новые. Новые New Balance. Я не знаю, на сколько это лет ребенку. Ну, лет 6, может быть, 5 или типа того. Уйду вполне нормально. Рассчитываю начать с 40. Даже 40 за детские. Ну, так они новые. Ты где New Balance купишь дешево? Дешево, в принципе. Детские носору. Так это серенький, вот этот самый красивый дизайн. Еще один New Balance. Да, вот это как раз, вот я помню, про Саста говорил, 990-й. Но, видите, соответственно, розовенькая такая намекает нам, что это как бы... Мадам. Мадам. Между прочим, Мадемуазель. Помните, это фрекинг-бог. Вот, что тут-то сейчас покажу. Это вот Наташа откопала. Мужские такие, вот в таком бы состоянии это было бы 50-60, потому что они под 200 стоят новые. Женские, кстати, тоже недешево. Поэтому начнем с 40, в идеальном состоянии, может быть, даже 50. Молодец. Ну, работает. И щеченька. Ага, Nike. Я вот тоже не подумала, что это Nike. Это не просто Nike. Это Air Force 1, да. Вот тот самый легендарный кроссовок, про который я сегодня как видео не сниму. Но это женские, представляешь? Единственное, что можно будет вычислить мужской размер и постить их и там, и там. Это 11-й женский, что соответствует... Здесь написано 43-й европейский, он же 28-й. Значит, 43-й, насколько я помню, это где-то 10-й, может, 9,5-10 по американской мерке для мужских. То есть, можно их как десятые запостить мужские, потому что я не вижу в них никакой женственности, если честно. И вполне классные коцы. Кстати, такой песочный цвет вот лично себе я взял бы прям, не думаю. Супер. Настоящая замша. Так что да, не шивь, шабрик. Так, о боже, ай, что за тяжесть? Ну, сейчас покажу эмблему, чтобы люди сами прочитали. А ты давай рассказывай. Ну, Сорел. Сорел или Сорел. Я уже показал. Сделано в Канаде. Этот войлочный валенок вынимается. В осуществом состоянии. Состояние очень хорошее. Слушай, Анатар, где накопал-то? Я уже не помню, Наташа. Наверное, и в развес валялись. Слушай, ну они тяжелые? Ну да. Вот, кстати, даже ценник. Тяжелые, но это зимние ботинки. Они, конечно, лежат в связи с погодной, так сказать, сейчас. Слушай, а что-то они не новые или чем сам-то? Да, но они стоили за 13 тебе долларов. Там все написано, а не только эти ботинки. Вот она решила со мной поспорить. А, я поняла, поняла, поняла. Мы сейчас можем их взвесить и посмотреть. Они вот в 9.3 паунда поместятся или нет? Что, будем спорить? Так, нет, ну это же вопрос принципиальный. И он такой бот. 2,12, значит, 6. Нет. 3,3. Я округляю. Ну это... 6 и это 6. Я говорю, 2,12, 1. 3,3, 6. 6 паунда. Что дает? 9 долларов. Тоже не слабый. Ну да. Я, значит, с точки зрения права. 9 долларов. А это... Это 9 паундов. А, паунд. Да. За сколько ты рассчитываешь их продать? Полтинник. Полтинник. Плюс пересылка. Конечно. Да, конечно. Нормально. В принципе, даже если я ошибся, и они уйдут за 30 долларов, ну нормально. Все равно в 20-ник, чуть меньше 20-ника прибыль была. О, красотулька. Twisted eggs. Все время их хватаю. Да. Вот пяточка так, в общем... Да нет, нет, не поношено. Это супер. Мы вот буквально за 2 недели до... Или за неделю до поездки покупали что-то похожее. Эти еще... Типа мы были с остальным носком. Эти с мягким. И это прям сороковник, как с куста. Они дорогущие. И нигде на них скидок даже не дают. Красивая кожа такая. Интересный бренд такой вообще. И вот это, конечно, загадочка такая, которая принесет мне небольшой геморройчик. Это красные крылья или крыло. Вот. Пекас. Сейчас попробую показать. Пекас, я так понимаю, это их вид ботиночек. В общем-то, конечно, видно, что сделано очень скромно, со вкусом. Это однослойная кожа. Хорошая такая, плотная. Хорошие выделки. И Red Wing это, конечно, очень дорогой бренд. Зараза, срезали тег. Но я рискнул. Они были в развес, так что обошлись они мне долларов 4-4,5. В смысле размер? Сложно, да. У меня куча стелек. Тоже на всякий случай постепенно набрались. Секонд-хенд. Я просто какая по размеру подойдет. И ту замерю, и вуала. Так. Ну, еще парочка вещей. Так, прежде чем мы покажем наш такой мега улов. Давай, показывай, угадывай, что такое. Вадим решил поиграться. А что? А что не поиграться-то? Боллин настольный. Настольный боулинг, представляете? Тут вот такие вот, как видите, ездят шарики, такой вот, как магнитные. Выставляешь еще эти кегли. И так, шарик. И так, бдынь-бдынь. По-моему, вообще супер. А, еще и был дарт. Но Вадим уже утащил на работу. Да, да, магнитный дарт. Уже утащил, и мы уже вчера с моей коллегой там рубились. Классно. А потому что у нас сейчас полные дни отработки. А уже все до лета готово, и мы уже не знаем, чем заняться. Просто, что называется, отсиживаем. Ну и вечеринки бывают периодически. Вот буквально несколько дней назад коллегу на пенсию провожали. И там достаточно весело было. То есть, это пригодится все. Помните? Электролюкс Швеция сделана с умом. Значит, вот эта вот, я не знаю, как это, головная часть электролюкса уходит такой... Как ты думаешь? Не знаю. Ну дай цифру. Ну дай. 35. 70. Ооо. Да. 70 плюс пересылка. И стоил он мне на вес, это электроника 50 центов за фунт. Где-то доллар-два, наверное. То есть, вот я рассчитываю 70 за эту красоту уцепить. Так. Супер. Ведерко для хлебопечки. Да, регл был. Вот он. Там, по-моему, было на испанском и французском. Только что у нас такой, по-моему, или прям в точности такой, или близкий, тоже регл, ушел за 30. 30 плюс пересылка. А стоил он мне, это уже не больше 50 центов. Вау, входит моментально. Да. Нарелка. Это немножечко старая модель. Отдельно там нашел, как ее называют, зарядник. Да, это она новая, поэтому я рассчитываю 25. На вес она была, ну, прям, скажем, центов сорок. Вот прям целый комплект, я не буду тут доставать. Это браун. Браун, недорогие бритвы. Я не пользуюсь, видите, она то своеобразная с такими этими, не знаю, как это назвать. Другой принцип, чем вращающиеся ножи. И еще, что фишка здесь, очиститель. То есть, ты вот так вот вставляешь бритву туда, вот в эту вот фигню, вставляешь вниз, включаешь, и она, видимо, там, какими-то вибрациями, и все с нее вывибрирует. Ну, что тут сейчас не делают. Да, это тоже на вес, ну, там, доллар, может, доллар, с чем-то. Рассчитываю продать за 30. Ну, прекрасно. Ну, что, тащи, мега улов, а я пока покажу. Диск взял. Непонятно, за сколько идет, потому что таких пока на ebay нет. Slim Jim, это что-то времена 30-е, что ли, или типа того. Это кантри, но такое, какой-то, ну, очень старое, короче, кантри. Почему взял? Она заклеенная, новая. Поэтому рассчитываю 30-ник с нее получить. Может, даже начну с 39-ти, там, посмотрю. Пересылка будет очень легкой с нее. Единственная, конечно, проблема, нужно сразу посмотреть, как это все пересылать. Вот. Прикол. Представляете, кто-то купил и даже никогда не слушал. In hands for stereo, то есть записано даже было в моно. То есть, древнее, как дерьмо мамонта. Ну, вот. И последняя находка с последней гаражной с продажей. Мы были в субботу. Так, наверное, вот так лучше. Да. Вот. Это мультиварка. Причем, мультиварка последнего издания, что называется. Последнего выпуска. Последней модели. Угу. Купили мы ее за 10 долларов. Это просто супер цена, потому что в Гудвиллах они ставят 30 где-то ставят средним за новую мультиварку. Рассчитываем продать за 90 на местном рынке, наверное. В общем, все прилагается внутри. Прям муха не садилась, что называется. И причем это стальные, у стальные всегда дороже, чем с таким типа а-ля тефлоновым покрытием. А их нету в тефлоновом. Это бренда, этого бренда. А, инстантпод не делает, да? А он только стальные делает. Аля, подожди, не забудь. Это что, запасная что, наверное? Запасная резинка. То есть прям новье. Вот. Супер. И еще умоле брать или не брать. Да. Ну там они, правда, еще тоже так это... Ну сколько вам не жалко, там это церковь, не хотим торговаться. Я говорю, ну не хотите торговаться, а дайте нам за такт. У нас есть своя предыдущая модель. Я, конечно, посмотрю, еще сравню, какой лучше оставить. В чем преимущество этой модели. Да, можете, можете себе оставить. Тут так же дисплей, так загорается там, там что-то на нем много чего-то написано. Все, короче. Инстантпад. Я уже попробовал, включил, все работает. Это наш здесь бренд для мультиварки. У вас там свои какие-то бренды, я знаю. Здесь тоже очень популярная, все в каждой семье они есть. А, новый такой на Амазоне 150. Поэтому в 90 и рассчитываем. Вот. Ну, вот пока мы все, да? Да. Теперь уже точно все. По-моему, неплохо. В общем, нормально, да. За такую полу-неделю. Ну, все. Спасибо вам за внимание. Пока-пока. 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 Продолжение следует...